Скажите, пожалуйста, а почему один человек может выздороветь, а другой от такой же самой болезни не может? Потому что у них, скажем так, разная психологическая обстановка. Психоз по-гречески душа. Если врачи указывают на нервную систему, они правы, но это промежуточный фактор. Мы болеем из-за нашей вредности. Потому что мы этому миру несем вред. И мы это знаем, поскольку наше общество жить не умеет и организовано, ну скажем так, без достаточного уровня духовных знаний. Мы все в сторону интеллекта, у нас гипертрофия, а духовностью мы не занимаемся. Хотя люди говорят о духовности, но музыка, история или знания Пушкина, Достоевского это еще не духовность, это только культура, знания истории, литература, музыки. А вот духовность надо отталкиваться от понятия Дух. А Дух это и есть человек, это его природа. И наш Господь или Отче наш сотворил вот эту любовь, в том числе в этом мире. А мы от нее ушли и отгородились от собственной души, что есть любовь. Пороками, даже эмоции есть порок. То есть когда у нас разрушается в том числе организм, потому что тело состоит из клеток, а клетки из протонов, электронов и нейтронов. И они сбалансированы определенными силами, то есть константы так называемые. Почему выходит атом из баланса? Потому что мы, нарушая гармонию, искажаем ее чем? Быстрые волны, эмоции примерно в 400 раз быстрее скорости света. Естественно, когда такой удар бьет по атому, атом имеет в распоряжении только С, скорость света, следовательно, в 400 раз больше удар, чем держащая сила. Поэтому появляются, можно сказать, вмятины в атоме, они привычные уже становятся. Слишком много обид, раздражений, гнева, зависти, тщеславия, жадности, пошлости, чего только нет. Это же все нарушение гармонии. В сумме люди поэтому получают эти искажения. И естественно, что наши клетки, которые состоят из этих кривых атомов, никогда быть здоровыми и быть не могут. То есть мы сами виноваты в том, что... Конечно, поэтому проверено это на практике. Скажем, если я 12 лет назад стал побеждать свои обиды, раздражения, тщеславия, ну что-то, может, еще страхи. И когда мне это стало удаваться реально, не декларировать, а реально стал это делать, через знания определенные, тогда у меня и клетки успокоились, я давно забыл, что такое поликлиники, аптеки, а мне все-таки почти 59 лет. Я чувствую себя как мальчишка, это же здорово. То есть вы свои болезни сами имеете? Конечно. Это не только на здоровье, но и на судьбу влияет. Судьба-то от слова суд происходит. Нас судит жизнь, а мы даже не понимаем из невежества, то есть духовное невежество. Одна душа борется, и в конце концов в ней проявляются вот эти, ну, добрые моменты, а у другого их нет. Это, конечно, не так однозначно, потому что, ведь, скажем, тогда можно задать вопрос, а почему зло наступает на нас, и люди, вон, щеки лопаются, как говорится, а не вон какие грабители. Почему так? Можно ответить, что в этом справедливом мире несправедливости не существует. Я на этот вопрос давно ответил. Иисус когда-то такую фразу говорил. Благословляйте врагов своих. Вот враги, которые меня окружали, взяточники и многие другие, кто меня хамил, грубил, они меня настолько невыносимую обстановку в жизни создали, что я завопил и сказал, господи, ну, почему же так все происходит? И тогда Бог мне условно сказал, ну, наконец-то я тебе, Луценко, понадобился. А до этого ты как-то без меня отказался. И когда я пытался наладить контакт, вот именно в смирении, и в действительном послушании закону, когда мне это стало получаться, я просто расцвел и сказал, а кто меня загнал? Вот это зло. Какой закон вы имеете? Я имею в виду закон Божий. То есть та сумма заповедей, то есть не убей, не укради. Но Иисус сказал, держи очаг полностью в чистоте, а это и есть эмоции наши, это и есть очаг. Сначала возникает, скажем, обида. Обида приводит к определенному строю мыслей. Мысли, там, слова и уже дела. Мстительность какая-то. Человек хочет восстановить справедливость. Мне кажется, он наказал противника и удовлетворен. А Бог сейчас сказал, аз вас дам, оставьте суд мне, а вы судите себя. Вы же каждый раз, когда вам приходят обидные ситуации, это только следствие какой-то причины. Вы что, никогда никого не обижали? Вы кого-то обидели, может, пять лет назад, а теперь пришла сторица и ответ. Почему же вы сейчас-то не принимаете обратно это в смирении? Как вам кажется, что несправедливо? Потому что справедливость в контексте одного дня рассматривать нельзя. Ее надо в контексте всей жизни рассматривать.